Я считаю, работа всегда должна нравиться, чтобы на ней работать. В народе хорвестерщик. Три месяца обучения, потом стажировка и потом доказать самостоятельной работе. Производим мгрубку деревьев. Мне нравится. Это многооперационная машина по сортиментной заготовке древесины. Промажем все узлы и детали и поедем на заготовку древесины. Все, цирк поменяли. Сейчас мы находимся на рубке. Разрубка леса будет производиться, то есть под строительство индустриального парка. Получаем задание от мастера. В этот кусок мы вырубаем. Получаем технологическую карту. За чертой краски мы уже ничего не трогаем. Поехали. Это все так просто? С виду просто. А на самом деле? На самом деле. Вообще хорвестерная голова это главный орган. Хорвестерная голова, которая производит срез дерева, обрезку сучьев и раскрыжевку на ассортименты по определенной длине. Ну, скажем, как затупилась в то время, мы и меняем ее. Ну, то есть по срезу я уже вижу. Примерно на смену используем две-три цепи. В конце смены я забираю и на мастерском участке произвожу ее заточку. Сначала он выбирает дерево, захватывает и нажимает на пульте клопку порода. Ну, какая порода? Елка, береза, сосна. И, соответственно, компьютер определяет, какая порода и начинает программа тянуть в грызу. На данный момент это елка. Выбираем. И у нас система Мотомит автоматически определяет по диаметру, что мы отпиливаем. Ну, Хорвестер стоит, наверное, 300-350 евро. Ну, Амкадор наш стоит 3 миллиарда. Ну, нужен Хорвестер и Форвардер покупать пары, чтобы они работали в паре. Форвардер вывозит Хорвестер Рельф. Ну, работа, скажем так, конечно, специфическая, монотонная. Ну, то есть, целый день в лесу, нужно тоже терпение. А что было на обед-то? Вставай мне туда яйца из рост. С собой яйца, а Львов еще старенький. Да нет. Ты ж масло налить. Ой, какой невес, а вы, поваречет. Поехали. Каша, работа, в чем заключается? Погрузка, вывозка, сортировка. Ну, что это, это работа. Все? Ну, нелегко, видите, какие заломы. Все это надо собрать. Работы очень много. Ну, лес реализуется на бирже, на русской универсальной товарной бирже. То есть, ну, фактически как новым словом. Договор регистрируется, приезжают люди, ну, платят деньги, мы их отгружаем. Я понял, а сколько примерно в день вы отгружаете леса? Ну, бывает, что 300-800 кубов. Ну, так, в среднем 150-200 кубов. Для, ну, для целлюлоза, для экспорта. Будут грузить вагоны и отправляют на Польшу. То есть, проконтролировать загруженный объем и написать документы на вылече. То есть, эти люди оплатили, у них накладная уже есть, а Амазу ярлыки уже выписали. Амазу ярлыки уже выписали. Амазу ярлыки уже выписали.